Пляж Врепино и прилегающий сквер очистили от мусора. Курортный район стал участником летнего кубка чистоты. На самом деле это место знакомо мне давно. Мы здесь проводили мероприятие с муниципалитетом несколько лет назад. И здесь симпатично, красиво, привлекательно для участников. И оно требует ухода. И заодно мы таким образом немного привлекаем внимание к курортному району Крепино. Здесь достаточно и других проблем, кроме мусора. Летний кубок чистоты – это большой турнир по чистым играм. Командные соревнования по чистке природных территорий от мусора и разделению отходов. В этот день игры проходили на 20 загрязненных площадках Санкт-Петербурга. Мероприятие проводится при поддержке Комитета по молодежной политике и взаимодействии с общественными организациями Санкт-Петербурга. Команды от одного до четырех человек в течение одного часа состязались в категориях индивидуальное, семейное и друзья. В уборке участвовала петербургская певица Женя Любич, которая уже не раз убирала этот сквер. Я вам нереально благодарна, потому что я вот эту территорию воспринимаю уже просто как свой личный дом. То есть это не мой дом, я здесь не живу, но я ее воспринимаю вот так. И мне очень-очень радостно, что вот вы приехали и примите участие в таком благородном деле, как уборной территории. Я тоже сейчас к вам присоединюсь, и у меня тоже будет такой же бейджик, как у вас. Пластик, металл, стекло, батарейки, машинные покрышки. Собранный мусор сдавали волонтерам, получая за это баллы. За раздельный сбор отходов больше баллов. Статистика велась в реальном времени, на сайте и в мобильном приложении. Победители в общегородском зачете получат призы. Сегодня уже человек 50 точно мы собрали. Бывают иногда даже по 100-200 человек собирается. Очень популярный формат для корпоративных мероприятий. То есть на такие вот уборки в формате игр хорошо выходят сотрудники компании. Они прямо заказывают такое мероприятие. Там до 200-300 участников. В курортном районе чистые игры проходят, наверное, несколько лет. В прошлом году лично я проводила два мероприятия. Были какие-то игры в 2017 или 2018 году, точно не скажу. Чистым играм уже 6 лет. Они распространены по всей России. Также проходят в Венесуэле, в Индии, Таллине. Игры пользуются большим успехом как среди местных жителей, так и на корпоративных мероприятиях. Осенью организаторы собираются провести Балтийский кубок чистоты.